Да, Константин, привет, дорогой, привет. Здравствуйте, Константин Макомедович. Всем хочу представить, это наш Константин Михайлов, если кто еще не знает, допустим, новичок смотрит и не знает. Константин Михайлов, который изобретатель, который сделал поиск мечты, там можете посмотреть у нас на YouTube-канале или в Telegram. Подпишитесь на YouTube-канал и в Telegram, чтобы не пропускать новости. Сейчас будут очень интересные вещи происходить у нас. Я вам еще вот что скажу. Константин Михайлов, он не только изобретатель, он специалист по методу ключ. Он мой непосредственный ученик. И живет он в городе Ростов-Великий. Ростов-Великий, да. Да, Ростов-Великий. И как погода, кстати говоря? Ну, тепло, но так немножко дождик у нас сегодня. Чуть-чуть совсем. У нас вчера и гром было, и гроза была. Это дождь, и ливень был. Все это было, да. Посмотри, как у меня картина преображается. Я для Марка Гарбера рисую своего друга, который в Израиле, преображается. Ну, вот я не знаю, она стала хуже или лучше. Ты помнишь, в прошлый раз я показывал на видео? Ну, конечно, лучше, Хосай Макомедович. Каждый раз лучше становится. Да, ну, слава тебе, Господи, если Марку понравится или нет. Хосай, а я там вижу вот лицо, помнишь, я тебе говорила? Да, да. Ты такой на красной ножке, как фонарь. И мне кажется, там два глаза, носик и ротик души. Да, Наташа Кузьмина из Белоруссии. И вот мы сейчас, Ростов-Великий, Белоруссия и Москва. А мне кто-то написал, на чебурашку похоже. Нет, похоже на смайлик, только еще интересно. Я что хочу сказать, Костя? Вот прежде чем ты сейчас расскажешь свою потрясающую идею, которая сразу расширит нашу школу «Человек будущего хомофутура», чтобы много людей могли получать нашу помощь и поддержку. И в чем наша помощь заключается? Я хочу сказать, что есть принцип обучения на основе повторения. Это очень важный принцип повторения мать учения. Все на этом построено. И обученческие процессы, и тренировочные процессы, и так далее. Мы добавляем туда еще дополнительный новый принцип. Принцип подбора путем перебора. И даем критерий, как подбирать свои собственные действия, ментальные или физические, чтобы сразу снимать стрессы, выходить на творческие ресурсы, превращать энергию стресса, обращать ее для создания своих произведений, будь то произведений живописи, будь то это антистрессовая подготовка для любых сфер деятельности. Это такая очень важная вещь, чего нет во всем интернете. И никогда не было. Это то новое, что для интернета сегодня самое подходящее. Потому что мы помогаем людям оздоравливаться, открывать свои творческие качества и возможности. Даже дремлющие, о которых люди не подозревали. И вот здесь принцип подбора путем перебора, это ключевой принцип. И там дается критерий для подбора по... Ну, я потом это говорю, там на всех роликах, на наших ликбезах бесплатных, на вебинарах. Много людей в Zoom выходят. Поэтому смотрите прелиз на YouTube-канале, на нашем метод Лучхаса Алиев. И смотрите в Telegram метод Лучхаса Алиев канал. И смотрите, как мы это делаем. Там в Zoom люди выходят, обмениваются опытом. Как подбираем действия резонансные текущему состоянию в моменте. Сразу снимается стресс. Сразу включаются ресурсные возможности. И вот когда мы соединяем в комплексе принцип подбора путем перебора со старым принципом классическим повторением от учения, возникают новые возможности. И это нужно сегодняшнему интернете. Когда все в неопределенности, в страхах, что будет. И много, большое поле для манипуляций всевозможных. Вот чтобы человек мог сохранять себя, понимать лучше, что ему делать в любом месте и в любое время. Вот там как раз-таки принцип подбора путем перебора. Вот этого принципа раньше в мире не было. это то, что ключ. Подбирать ключ к себе. И это очень просто получается, когда человек знает, как это делать. Потому что он подбирает наипростейшие действия, которые обычно инстинктивно делает. А тут он делает это осознанно, в виде упражнений. Но там есть дан алгоритм, принципы и правила. И человек может, где бы он ни находился, сегодня в условиях вот этой бифуркации, неопределенности страха за завтрашний день, подбирать себе действия, которые сразу помогают ему и боли, и стресс, и страх переводить свои новые достижения. Вот я уже все сказал. Как раз-таки это и помогает находить потом какие-то изобретения, находить решения. И вот я сейчас как раз-таки расскажу тоже историю. Вот долгое время я постоянно думал, думал, думал о том, как же расширить школу, как сделать так. Ну вот основная проблема, вот у меня, по крайней мере, я очень столкнулся с тем, что сложно было находить именно людей. Либо это нужно делать платную дорогую рекламу в интернете. Сейчас все площадки разобраны, везде нужно платить деньги. Причем достаточно большие и факт, что сможешь захватить внимание людей, потому что люди как бы тоже от рекламы уже устают. Вот эта вот постоянно всплывающая реклама тоже людям не особо нравится. И постоянно я думал, как же сделать так, чтобы мы не нуждались в рекламе. И думал, думал, я делал упражнения из метода ключ постоянно. И не знаю, точно сейчас не скажу, какой промежуток времени, но постоянно. Эта мысль у меня постоянно в голове была. И вот однажды в пятницу, это была пятница, попросил меня один знакомый. Нужно было ему помочь составить текст, благодарственное письмо для мэра нашего города, за то, что там улицу, сделали им дорогу, они просили. И приехал я к нему уже вечером, записали мы этот пост, и думаем, куда же его выложить. Пытаемся выложить на сайт, на сайт что-то не получается. Потом я вспоминаю, у нас же есть такие группы, городское сообщество, называется «Подслушанный Ростов-Великий». Но такие городские сообщества, они есть почти в каждом городе, где всякую информацию выкладывают. В общем, вкладываем туда пост, и я смотрю прямо, он сразу начинает набирать очень много просмотров, комментариев, как позитивных, так и негативных. И в этот момент вот у меня прямо все сложилось, думаю, а почему же до сих пор я не сделал такое же информационное сообщество. Вот в доле секунды начинает складываться все. Вот прям я вспоминаю то, что ну там всякие фразы, вот в доле секунды это сложно объяснить, но оно прям как вот все соединяется, там, зачем изобретать велосипед, найди что-то, то, что, ну, получается у кого-то, сделай лучше, то есть, ну, конкурент каких-нибудь. И потом вспоминается фраза Виталия Судакова, что чем больше цель, тем проще ее добиться, тогда я понимаю, что надо сделать не только одну группу в городе, а сделать полностью такое мировое сообщество, то есть, чтобы все вот эти в каждом городе, они были подключены к одному общему. Затем, ну, я с этой мыслью ложусь спать, дальше интересное самое. С утра просыпаюсь, выходной день у меня, я поехал в лес, хотел грибов набрать, тут как раз только начали грибы появляться. И зашел в лес, там тишина, так птички поют, все так интересно. И вот, на самом деле, никаких грибов я не собрал, потому что в тот момент у меня сложилось, как и название, и логотип, сразу вспомнилось. Вот с Юрием Гороховым, когда мы разговаривали, он рассказывал, как правильно логотипы делать. И все опять это сложилось, и я быстро в автомобиль еду домой, сажусь за компьютер. Тут, конечно, начинается вообще, видимо, у меня такое вот энергетическое, вот это вот изобретательское напряжение, что дети начинают на ушах, тут все начинают мне мешать. Но я, тем не менее, в общем, за три часа создаю логотип, делаю пять первых групп, тогда. И сейчас вот я покажу. Самое интересное было то, что, вот как я придумал, это будет новостное сообщество, городское, да, в каждом городе. Но самая наша ключевая ценность будет, что там будут только позитивные новости. А на негативные комментарии, понятно, они там, может, и будут, но это уже не столь важно. Но основное – это позитив. То есть мы будем показывать позитив по трем основным направлениям. Это архитектура и история города, потом улучшение, ну, что-то улучшили в городе, отремонтировали там здание там какое-нибудь, выложили дороги, там сделали. И историю, успешных людей. То есть интервью брать, чтобы люди вдохновлялись. И, в общем, следующая задача была сделать правильный логотип. Как говорил Юрий Горохов, логотип, если это как сеть делается, значит, один должен быть общий, а остальные, они должны быть на него похожи, но как-то отличаться. И я начинаю думать, так, основная наша цель – это позитив. Думаю, что же думают, ну, знают люди больше всего, ассоциируются с позитивом. И тут у меня все сходится, это смайл. Все знают смайлик. Я думаю, сделаем в виде логотипа. Потом название. Вот нужно было максимально похожее название, но вот они, все эти группы, подслушаны там. Я думаю, ну почему подслушаны, когда люди же там смотрят? Нам, значит, сделаем, будет подсмотрено, и дальше будет название города. Подсмотрено Ростов-Великий, например, подсмотрено Москва, подсмотрено Ярославль. И затем, сейчас я поделюсь экраном и покажу логотип. Так. Да, пока ты делишься экраном, наш логотип – вот человек летающий, и у тебя на стенке человек летающий. Это школа наша, человек будущего, Homo Futurus. Летающий человек – это там идеомоторные приемы, которые сразу включают вот эти ресурсные состояния, чувство левитации, полета и так далее. Ну, это вот, давай, дальше. Да, я вам потом еще расскажу, что я увидел еще в этом логотипе, очень интересное, как раз там из трех частей вот он состоит, потом я вам расскажу. Да, ты уже над нами и космос внутри нас. я делюсь с моим экраном. Так, видно мой экран? Видно, видно. Вот смотрите, что у нас получилось. вот получился такой вот логотип. Это вот подсмотрен Ростов Великий, то есть он как бы в форме смайла, в глазах всегда вот эта картинка, которая как бы подсмотрена, она меняется, то есть здесь будет достопримечательность, какого, ну, узнаваемый объект города, то есть его можно еще менять, потом сделаны анимацию, еще они будут перелистываться внутри. И название, ну, вот видите, да, оно как бы в форме улыбки получается. И самое, самое интересное, да, вот я уже начал вести эту группу. А что у него там ушки такие вот вокруг рожицы? Нет, сверху, сверху вот здесь это такое, это как это, как печать такая, чтобы это был именно наш узнаваемый логотип. Здесь символами я просто нарисовал, скобочками, вот улыбочкой, которую можно будет в названии писать. Я просто хочу понять, вот глазки, ротик, оборотик, так? А вот это как ушки. Да, это как ушки, да, понял. Да, просто дело в том, что вот этот вот значок, который сверху, нужно было, чтобы в названии, когда в текстовом пишешь, самые похожие символы, вот эти текстовые на ушки, были вот, ну, только вот такие. Потом... Они как-то вот так, может быть, их вот так надо сделать? Нет? А дело в том, что их не развернуть в текстовом виде тогда? То есть это символы, они тоже что-то обозначают там. Ну, это я потом еще расскажу об этом, мы углубимся чуть позже в это. Я понял. Так, а вот, ну, видите, да, похоже, что вот это как улыбка у нас. Да. Сейчас смотрите. Самое интересное, вот в чем, что в эти группы, даже я пока еще, ну, никого не приглашал, тут самое интересное даже не в количестве подписчиков, я понял, самое важное, это именно количество просмотров. Вот я начал вести уже эту группу, вот здесь публикации там о том, что вот улучшения, какие, например, у нас в городе будут. Видите, это все будет скоро времени. И вот тут уже при 15 подписчиков, по-моему, 15 было сейчас, да, очень быстро набираются просмотры, видите, вот просмотров, 222 просмотра, тут есть по 400 просмотров, вот 270 просмотров. То есть, получается, что люди... 5 миллионов, когда будет? 5 миллионов, скоро. Мы постараемся это сделать максимально, быстро. Но, самое интересное, смотрите, в чем. Вот у нас, я перемещусь сейчас на основную, вот, основная, основная группа, вот, «Подсмотренный мир». Вот видите, здесь будут мелькать фотографии из разных городов. И получается, что у нас она вот подключена... Сейчас. Здесь вот миссия, вот миссию, смотрите, мы стремимся создать сеть сообществ «Подсмотрено», которая охватывает каждый город мира, чтобы поделиться исключительно позитивными новостями о нашей родной местности, наша цель вдохновить и улучшить общее настроение жителей, создавая пространство, где они могут найти вдохновение, радость и оптимизм. Ну, я тут все не буду зачитывать, сейчас много времени, чтобы... У меня один вопрос, можно, Костя, один вопрос. Весьма справедливый. Раньше у нас всегда тоже только положительное показывали. И все люди думали, вот у меня во дворе плохо, а у меня дома плохо, а вообще-то везде хорошо, а это у меня плохо. Такой какой-то был двойственный, такой непонятный такой мир, соцреализма так называемого, когда панер мог на комбайне галстуки, там, значит, колосить пшеницу и прочее. Но у нас не получится, если только позитивные новости, когда же люди будут свои недостатки искоренять? Я думаю, не получится, потому что они же не только будут у нас смотреть, а где все плохо, они и так видят, потому что в основном-то везде все как бы негативное показывается. Понятно. Так что, мы можем, конечно... Я думаю, об этом надо было бы и сказать, что негативные вы сами видите, а мы показываем позитивные, чтобы вы равнялись на позитив и негативные искореняли, а не потому, что негативных пока нету. Да, конечно, конечно, негативное оно есть. Хотя бы как-то. Да, именно так. А иначе получается без самокритики развития не бывает. Само собой, мы даже... Вот смотрите, люди могут в комментариях, они могут писать что угодно. То есть, они могут... Вот в нашем подсмотре на Ростов там уже было написано, там был пост про наше чудесное озеро, но там уже пишут, надо там не про озеро рассказывать, надо его чистить, но это, конечно, все понятно. Да, надо вот не исключать такие... Конечно, конечно, это все оно будет вот в комментариях. Но, и самое интересное, сейчас наша задача вот сделать как можно больше таких и как это поможет другим людям. Смотрите, интересно, кто-нибудь, если... Это же как можно... То есть, мы поиграем как в игру, журналистов, то есть, будем назначать администраторов. Если кому-то вот интересно, кто-нибудь хочет заняться интересным делом, да, он будет также закреплен за своим городом, будет публиковать интересные посты. Либо, если он там живет, человек в этом городе, либо, знаете, как еще, например, кто-нибудь мечтает ехать куда-нибудь, а у него нет возможности пока, но он может вести эту группу, узнавать. Это же, ну, большинство информации можно брать и находить в интернете. Правильно? Там какая архитектура, история, все это туда публиковать, потом, может быть, кто-то человек поедет, съездит туда на экскурсию, фотографирует что-то, то есть, такой проявить, у каждого будет шанс проявить творческий подход. Это замечательно, а какое отношение это к ключу нашему имеет? А вот, а дальше самое интересное, смотрите, у нас все эти сообщества подсмотрены, будут подключены вот к общей группе, вот если я нажимаю вот сюда подробную информацию, человек из общей группы может перейти в любое другое, например, вот есть у нас подсмотрена Бали, вот я сделал, потому что там, кстати, самые такие вот интересные тренинги тоже проходят, вот как вот у нас, только, ну, всякие йоги, там цигуны тоже, человек сможет перейти, но самое интересное, что когда у нас наберутся подписчики, даже не подписчики, а просто вот просмотры, вот тут вообще один подписчик, смотрите, только я, но уже есть 46 просмотров, то есть люди уже, свое название оправдывается, люди уже подсматривают, даже не подписываются, но они видят эту информацию, то есть когда у нас будет много просмотров этих, мы сможем делать здесь рекламу бесплатно, и мы можем в любой город, в любой, понимаете, делать точечно, либо в общую группу, то есть мы сможем спокойно делать для себя рекламу, вот так, создавая интересный контент. Позволь я Наташу тоже мы спросим, Наташа, ты слышишь, о чем Константин рассказывает, да? Да, Константин. Как твое мнение? Я не знаю. Не знаю, что. Ну, я, наверное, еще слишком быстро, быстро рассказываю, пытаюсь быстро уложиться, тут надо все понять, обдумать. Еще самое интересное, вот в создании постов я начал использовать искусственный интеллект, то есть можно, он помогает, например, быстро пишешь, ну, вот я пишу, например, какой-нибудь текст, потом отправляю на задание, ему добавь там смайлы, хештеги, чтобы ускорить процесс и раз, быстренько получается красивый, он исправляет все там ошибки, недочеты, красивые посты, то есть еще используем современные технологии. И ты меня научишь тоже, чтобы я мог... Конечно. Да. Конечно. Вот подсмотрен мир, здесь документальные фильмы, например, с Дискаврии, Страна вулканов, то есть такое вот информационное, интересное сообщество. Понятно. Что мы еще должны сообщить нашим слушателям? Нашим слушателям мы можем, что, если кому-то интересно и кто хочет у себя в городе тоже развивать, то есть я для каждого создам, ну, города, делаю логотип, то есть полностью все группу оформляю, потом даже если вот кто не умеет, никогда не знал, сейчас я остановлю, как вести эти группы, на самом деле все просто, все делается с телефона сейчас. То есть я создам, потом сделаю коробку, прям там по 2-3 минутки, чтобы человек, даже если никогда не умел он обращаться там, не знал, как вести группу, он просто вот минутку смотрит, повторяет, все это делает и хоп, у него получается все. То есть абсолютно каждый может, ну, мы, конечно, должны побеседовать сначала, чтобы понять, что человек точно ли будет там все позитивное, ну, всем этим правилам, чтобы соблюдалось, делать. То есть каждый сможет заняться творчеством, поиграть в такого журналиста. Сначала это можно просто брать из интернета, потом ты можешь сам ходить, фотографировать, кстати, там я сделаю, разработаю такие еще бейджики, у человека будет такой бейджик, там он журналист, например, и он сможет взять интервью какого-нибудь человека. Интересно, он, например, в городе знает, что там художник какой-нибудь, он идет к нему, говорит, вот мы часть такого сообщества, хотели бы про вас интервью сделать. Интервью сделали, соответственно, и человеку, получается, реклама творческому, то есть тут мы поможем сразу многим людям и себе, и всем остальным. То есть человек-журналист будет творчеством заниматься, помогать другим, ну, вот такое вот. Ну, и у меня тоже возьмешь по творчеству. У моего сына, он тоже художник, ты знаешь. Да, ну, давай у всех. То есть, и получается, все желающие могут написать там в комментариях, хочу, интересно, мы будем уже дальше создавать под каждый город, делать отдельные выгодки. И можно там прочитать какие-то... То, что угодно вообще. Вот получается, это будет, мы создадим такую платформу свою для творческих людей, где мы сами будем решать, кого рекламировать, да, кому помогать, кого продвигать. И в тот же момент мы сами тоже сможем себя продвигать. Ну, давай в качестве эксперимента сейчас что-нибудь сделаем, чтобы люди подключались, просматривали и предлагали что-то. Вот как ты говоришь, что такой вот ресурс, такой, замечательный. Давай сделаем сейчас прямо, можем, сегодня, завтра, или посезавтра, чтобы не откладывать на долгие. Ну, в принципе, вот получается, что я уже начал их делать, то есть, одна, вот у меня уже ведется полностью, группа, тут у меня уже даже назначил одного администратора со своего города, он будет вести эту группу. То есть, мы можем, как раз сейчас, пускай кто-нибудь нам напишет, если скажет, вот хочу, я сделаю, если еще этой группы нет, там 9 групп я пока на данный момент сделал. Я сделаю только, кто же сможет подключиться и делать. А пока можно, на примере, знаете, подсмотрено, можно сделать городок, да? Городок, городок. А, конечно, подсмотрено, городок сделаем. И Наташа Кузьмина, кстати, давно говорили с Нелли Зариповой, элитагент наш, которая сказала, что книжка скоро выходит у Наташи, я такой счастливый, у Наташи выйдет книжка, и не только городок, а Белоруссия уже ждет там. Да. Я говорю, подаришь там всем, это просто удивительно, потому что Наташа мне однажды написала, вернее, ее родственница мне написала, там в Белоруссии на настольном календаре у кого-то, вдруг увидела и нам прислала, что там написано, если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. Хасай Лев. Да, я и знать не знал, кто это такой там. На настольном календаре я напечатал в Белоруссии. Так что в Белоруссии у нас друзей много. А еще знаете, Хасай Магамедович? В Нью-Йорке много, и в Индии много, и в городах мира, и поэтому твое начинание, я надеюсь, нам сейчас больше и больше людей будут писать. Да, а самое интересное, вот смотрите, как, скорее всего, и тут я подозреваю, что вот так алгоритм работает самого, то есть мы делаем ее на основе ВКонтакте, то есть внутри ВКонтакта, и сейчас, когда мы будем делать, то есть точечно, большие разбеги, вот у меня сейчас есть группа в Казахстане, где я родился, город Кокшетау, то есть там начинается вести, и алгоритм, там же тоже искусственный интеллект, когда он заметит, поймет, что мы охватываем большой масштаб, он будет, даже когда мало подписчиков, он будет больше просмотров нам делать. То есть самое главное, нам просто лайки ставить. Я понял, ты подражался с искусственным интеллектом. Помнишь, у Незнайки у Носова было, когда Незнайка идет, значит, а там Гунька с двумя малышками через какалочку прыгает, он Гуньку спрашивает, Гунька, а ты что это с ними играешь? Он говорит, ну я с ними дружу, а Незнайка говорит, ты же со мной дружишь, ну-ка сиди, посолься сейчас же, помнишь вот эту смешную историю? Да, очень хорошо, ты сейчас там привлечешь, там очень много-много, они не забудут про ключ, будут там свои выставлять архитектуру, они не повредили. Самое интересное, конечно, не забудут про ключ, как же? Они же все равно ключ использовать, чтобы придумывать что-то новое, чтобы совершенствовать постоянно, как они забудут? Да, понятно, ну чтобы люди не подумали, что я только на ключе сижу, я как раз таки междисциплинарник, мы как раз занимаемся, наша школа человек будущего, Homo Futurus, мы как раз занимаемся подготовкой олимпийских чемпионов, и инвалидов, и писателей, и художников, и физиков, и лириков, мы со всеми занимаемся, и с людьми творческих профессий, и опасных профессий, со всеми занимаемся, это так, чтобы новичок, который смотрит сейчас тебя, меня, Наташ, слышит, чтобы он понимал, о чем речь идет, это очень могучая задумка у тебя, спасибо тебе, Константин. А я хочу добавить, вот это же на самом деле видно на примере, на самом деле, ну мне кажется, это не я придумал, я вот просто смог это уловить, минуя вот всякие шаблоны, ограничения, а это все прям это ключ, то есть это ключ запускает вот эту вот творческую активность, то есть я подбором, путем перебора тоже же постоянно одно пробую, тут не получается, потом другое, и в итоге, в итоге она потом как раз искра вот эта вот возникает, и все рождается, то есть люди, занимаясь этим творчеством, они сами рано или поздно тоже начнут что-то создавать. И все научатся одновременно стресс-тесту, полетам научатся, снимать нервномышленные зажимы, снимать страхи, вот этот переключатель доминант делать, разминать шею, делать хлёст, я почему сразу пользуюсь моментом, чтобы полезно что-то сказать для новичков, которые первый раз смотрят, так что, да, ну, очень, очень даже перспективно, мне кажется, спасибо тебе, Константин. Да, будем, будем стараться развивать и надеют у нас все получится, нам получится, конечно, в любом случае получится. Ну, конечно, все зависит от вместе мы сила, вместе, вместе, да, мы все на одной волне, конечно, конечно, на творческой волне, на созидательной волне, а не только на выживательной, не только инстинкт самосохранения, еще и инстинкты, совершенствования, конечно. можно узнать, еще под видео тогда мы оставим дверцы ручки, чтобы они посмотрели на примере, как это будет выглядеть. Я оставлю вот на основной группе и на Ростов, потому что пока там больше всего просмотров и постов, и люди посмотрят, и кто, если захочет к нам присоединиться, пожалуйста, пускай пишут, я думаю, теперь Ростов Великий будет быстрее развиваться в лучшую сторону, потому что там как раз... А у нас, еще оно совпадает, так на самом деле, вот не хватало самого вот этого важного элемента, то есть вот и кабинет вроде бы уже у меня есть, пускай по ту сторону озера от Ростова, но здесь тоже историческое место, здесь вот рядом, там у меня за окном колокольня одна стоит разрушенная, уже тут сюда и Петр Первый, Екатерина Вторая раньше приезжали, то есть здесь историческое такое место, и вот не хватало именно нам какой-то общей платформы, где мы сможем все рекламировать и развивать, а Ростов на самом деле у нас очень много денег, я знаю, сейчас в Ростов внедряется, потому что это будет Духовный Центр России, то есть есть большой проект, хотят сделать, как же там Ростов Великий, Духовный Центр Венчания будет, и вот то есть тут потихонечку... И без исключения не обойтись, это точно. Вообще не обойтись, конечно, конечно. Я-то это вижу, или я понимаю. Без ребятам не обойтись без изобретателя творческого, а так без исключения не обойтись, конечно, это ты прославишь свой город, ты уже начал прославлять, видишь, ты уже к этому городу подключаешь другие города. Да. Пускай тебе там значок какой-то выдадут, чтобы ты с гордостью мог повесить на свою стенку рядом с нашим, с нашим логотипом Homo Futurus повесить еще значок, который тебе город присвоит. Скажи, пожалуйста, мэру города, что мы надеемся, что мэр города посмотрит твой выпуск вот этот вот, да, и будет на тебя рассчитывать, потому что ты хороший изобретатель и очень можешь городу помочь и населению города. Да. Не стесняйся, скажи, пусть посмотрят. Конечно. Отправлю обязательно. С приветом. Ну, вот вроде я все бы сказал, да. Спасибо тебе, Константин. Я все-таки хочу спросить у Наташи Кузьминой нашей, которая в Беларуси в городе городок, который называется рядом с Витебском, а Витебск это вообще могучий город, потому что там удивительные шагалы, там много-много-много там и художников родились и жили там, это удивительно. Да, здесь еще жили вот эти вот актеры Николай Еременко, старший и младший, а потом они переехали в Мельск, чтобы развиваться. Вот это все можно рассказать. Коказинник, межим, мой друг тоже там, по-моему, жил, да. Так, еще кто там жил? Малевич там жил, ну, конечно, конечно. Это обязательно об этом надо рассказать, Наташа, мы сделаем, посмотрим на городок, значит, обязательно. Так что нам, конечно, есть чем хвалиться, в разных городах есть люди, которые своим городом похвалятся, конечно, конечно. Да, и хвалять своим городом, помогать населению города осваивать приемы снятия нервномышленных зажимов, как Станиславский обучил актеров, а мы будем обучать всех, чтобы снимали нервномышленные зажимы, чтобы были здоровы, чтобы могли любить жизнь и терять присутствие духа, несмотря на нашу современную неопределенность, страхи за завтрашний день, при переходе на цифровизацию и так далее, чтобы мы все-таки вот нашел, как этот искусственный интеллект использовать. Использовать можно, да. Для блага, чтобы они тоже использовали современные научно-технические достижения на благо, а не только для манипуляций, как обычно так обычно применяют. Ну, что делать? Мы живем в таком мире, когда мы должны любую новую технологию использовать именно во благо, иначе происходит разрушение мира и человечности. Самое интересное, ключ помогает быстро адаптироваться к новым условиям, потому что можно же зависнуть, бояться всего этого искусственного интеллекта, но это неизбежно уже, значит, надо либо брать сейчас и уже использовать на благо. В наших книгах, которые мы опубликовали, там и твои есть приемы, Константин, почему мне приятно с тобой общаться, потому что ты не просто говоришь, но и создаешь, и многие пользуются этим, и у нас много участников в нашей школе, человек будущего, хомо-фатурас, в этих книгах наших, пусть посмотрят, ты там прикрепи наши названия книг, чтобы они посмотрели, покажи, этих книгах. Это как использовать энергию страха для своих достижений, как стресс-трамплин, как использовать стресс в лучшем направлении, да, очень здорово. Он много книг собрал по методу круче. Да, кстати, я еще нашел, Хосей Макомедович, вот последнюю книгу, тоже буквально недавно вот меня привезли. Понял. А вот ищу везде в интернете, там по разным площадкам постоянно, каждый день почти захожу, и она бывает рацией появляется. Константин выполняет все такие прекрасные заповеди, там, стучись и тебя откроют, кто ищет, тот найдет, кто любознательный становится как раз таки прогрессивным, потому что есть люди, которые теряют надежду и которые не задаются вопросами, которые просто, ну может быть им в детстве обрубили желание задавать вопросы, ну например ребеночек маленький, маму, папу спрашивают, они вечно заняты, например, а что это, а что это, они ему говорят, да стань ты, не до этого, и так, когда делают, у ребенка пропадает желание интересоваться, а только почемучки становятся великими, поэтому я тебя обнимаю, спасибо тебе, ты наш великий почемучка, потому что за твоими плечами уже есть изобретение, я тебя поздравляю и большое тебе спасибо. Могу, Хасам, говоришь, картину еще показать все-таки адресован, ну конечно тут это первое, покажи, 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 я не умею пока так все я же тогда начал взял просто фарисовывать и вот что получилось смотрите здесь вершины гор как бы символизирует вершину успеха к чему человек стремится вот эти вот это вообще назвал ее сознание можно дойти дорогами путями то есть вот желтыми то есть медленным путем но верно но либо здесь если вот видите есть такой вот как вихрь смерч либо это можно использовать энергию стресса и домчать быстро до этого видите вот здесь молодец а когда ты начал рисовать достигнуть вершин больше когда ты начал рисовать а вот помните тогда когда для подростков видео это было мы участвовали помните в зуме и вот в этот момент пока разговаривали чтобы подростков привлекать потому что у нас для подростков есть уникальные приемы как обрести смелость и для общения и для каких-то там ситуаций непонятных и для публичных выступлений и для написания рассказов картин и строительства совершенно новых совершенно архитектурных идей и так далее как обрести вот эту смелость очень здорово очень здорово что ты сейчас показываешь и вот я ее тогда за три часа нарисовал тут смотрите еще скажем что вот это как бы символизирует наше подсознание здесь вот нейроны вот эти вот и они в какой-то момент соединяются в одну какую-то цель и ведут тебя к чему-то большему вот так отлично 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 спасибо тебе Константин давай выкладывай чтобы пример тоже пример того что можно хорошо отлично спасибо спасибо Константин